И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Вчера у нас буквально вышел видеоролик, посвященный Викинга Арте. Я удивлен был тем, что показывает данное устройство, и решил влюбиться дальше, решил пообозревать дальше данное вооружение, посмотреть на что оно вообще способно, когда ты начинаешь уже играть чуть больше на нём, чуть лучше, да, понятное дело, что я в какой-то период времени, где-то около полугода-года не играл вообще на арте, и то, что умел на ней раньше, подзабыл, поэтому вчера и сегодня уделил времени данной замечательной пушке, устройству гарпун, и подсобрал для вас очень неплохое количество годного материала, и, наверное, таки показал то, что может делать данная пушка, данное вооружение, сочетание Викинга Арты с гарпуном в матчмейкинге. Если я вчера говорил о том, что есть какие-то определённые предпочтения по режиму на данной Викинга Арте, то сегодня я могу сказать, что это вооружение можно использовать везде, в любом режиме, одно лишь исключение, это то, что желательно, чтобы карты, на которых вы играете, чтобы респы на этих картах были примерно в одной точке, чтобы вы могли давать как можно больше сплэш урона. Сегодня я подобрал для вас три разных режима, и во всех режимах я приближался к отметке в 50 килов за бой. Вы понимаете, что такое 50 килов за бой за 7-минутную матчмейкинговую катку. Это нереальнейшая лютая имба, я уже устал об этом говорить, поэтому переходим к боям. Начнём сегодня с песочницы, с того самого боя, с которого я сегодня начал. Песочница CTF. Это максимально удобная карта для Викинга Арты. Бустер, если кто-то забыл, на чём играю, с каким дроном, то это бустер. Это просто лютейшая тема. Главная особенность карт также, это желательно, чтобы на этих картах был дополнительный овердрайв в центре, потому что не на всех картах, не во всех режимах есть овердрайв, который падает дополнительно. За счёт этого овердрайва, конечно же, вы на таком сочетании дополнительно бьёте довольно неплохое количество киллов. И в сумме получается так, что у вас, грубо говоря, там становится два овердрайва, плюс ещё дополнительно бустер, урона можно выдавать, ну просто нереальнейшее большое количество. И уже в этой катке всё начинается с размена. Я вижу, что по центрику начинает выпадать дроповый овердрайв. Ну и, понятное дело, я еду за ним, понимаю, что надо сразу быстро его реализовывать. ДД с бустера и погнали, погнали выстрелы первый и второй. Понятное дело, что не так уж легко накидывать с него урон, потому что там, в зависимости от того, как ты дёргаешь корпусом, как ты его раскачиваешь, начинает арта лететь по-разному. Но, в общем и целом, там даже с этого мини-такого демо овердрайва я дал, если не ошибаюсь, там 3 или 4 килла. Это очень неплохой результат. Возврат флага есть. Играем чисто под кильчики, под победочку. Можно, как и чуть-чуть покошмарить рез, можно также потом в дальнейшем и дёрнуть флажочек, вытянуть катку. Уже десятка киллов у нас в бою имеется за 2 минуты. Не сказать, что это хороший результат. За это время можно давать и 15, и может даже ближе к 20. Но пока что катка складывается такой-си, такой-си, да. То есть можно как бы лучше. Но уже потихонечку-потихонечку накидка профессионально идёт. Вот, довольно повезло, что большое количество викингов было против и хорьков. То есть за счёт того, что практически все танки были ваншотные, мне получалось давать довольно неплохое количество киллов. Плюс диктатор раздал мне ещё один овердрайв. Ну и здесь уже такая, конечно, накидочка на двоечку, я бы сказал, получилась. Не совсем удобно было накидывать. Ну и противник там чуть-чуть в более выгодных позициях находился. Но не в этом суть. У меня-то овердрайв-то это был, можно так сказать, бесплатный, да, который мне раздали дополнительно. У меня ещё и свой овердрайв появился. Доставочка флага. И плюс ещё один овердрайв с ещё порядка 5 киллами. Что уже в сумме имеет 17 киллов за 3 минуты. И это очень даже неплохой показатель. Если в среднем давать за полбоя по 25 киллчиков где-то, то в итоге можно и выкатить на ту самую заветную циферку в виде 50 киллов. Подбирается ещё один овердрайв по центру. И быстренько, быстренько, конечно же, нужно его реализовывать. Нужно включать этот самый режим овердрайва на викинге. Ну и производить неплохую накидочку, добавлять ещё плюс 4 киллов. Плюс неплохие сплэш-уроны, которые могли бы ещё бы сейчас залететь. Но, к сожалению, я ухожу на рез. Плюс противник, ко всему прочему, ставит свой первый флаг. 3.20 до конца. К этому моменту времени в бою у меня уже порядка где-то 25 киллов имеется. Что свидетельствует о том, что, в принципе, эту катку можно уже попробовать дать под писярик. И, ну, вы сами видите, да, как всё складывается. Как нереально жёстко летят тычки по противнику. И что можно творить с этой арты, если постоянно заряжать сотку. Перезарядка второго выстрела буквально 2 секунды. И если вы ещё ловите неплохой тайминг, то вы, по сути, можете даже 2 с большим уроном выстрела полноценно выдать с данной артиллерии. Не знаю, что тут за микроподлагивания какие-то появляются. Надеюсь, что лагать тут ничего не будет. Ну и, понятное дело, когда накидка происходит примерно таким образом, когда у вас получается поднять по 25 киллов за полбоя, ну, это просто... Я когда такие цифры начинал набирать, я просто с каждым последующим боем начинал приофигевать всё больше и больше. Всё больше и больше я начинал думать о том, что... Блин, да вы чё гоните? Как можно такое большое количество киллов давать за такой короткий период времени? Понятное дело, что это маленькая карта. Понятное дело, что мне, может быть, немножко больше тут повезло. Но, в общем и целом, одна суть того, что в простой матчмейкинговой катке сейчас можно дать под 50 киллов, а когда было 16 на 16, можно было давать и по 70, и по 80 киллов в таких боях. Меня просто поражает. Ну, понятное дело, что там, конечно, были большие карты, и не совсем там можно было бы накидывать по респу. Но всё равно, это очень лютийшая имбулечка. И я второй день подряд вам могу сказать, что вам стоит определённо потестировать и попробовать данное замечательное вооружение. Ну и напомню, что это только первый бой, друзья. Это только CTF-очка. Это только первый боёчек, который у меня сегодня вот такой вот получился. Понятное дело, что здесь я уже где-то немножко больше перепикивал, где-то искал более какую-то удобную карту для игры, но пытался сконцентрироваться на всех максимальных режимах. Были не совсем удачные катки, были где-то более удачные бои. Ну и за 40 секунд до конца у меня появляется ещё один последний, можно так сказать, мой уже овердрайв, который я очень хотел сначала не использовать и аккуратно его подсейвить. Но всё-таки понимая, что здесь уже там лучший тайминга я не найду, ещё плюс пятёрик килов даю. Можно было бы попытаться ещё и флажочек здесь дёрнуть, но, к сожалению, у вражеской арты появляется тоже овердрайв. И он меня уносит на рез. 46 килов за 20 секунд до конца. Свидетельствует о том, что мне надо ещё четвёрочка, чтобы дотянуться до 50-ки. 50-ка это, ну, прям очень приличный показатель для любого матчмейкингового боя. Если даёшь 50 килов, считай, что ты уже как бы на коне разваливаешься прям люто-жёстко. Но у меня в этом бою до 50-ки дотянуться не смог я, но, набив 49 килов, я был немножечко ошарашен. Это, к слову, к тому, что вчера на стриме у меня получилось дать 50-ку. Именно это меня замотивировало сегодня попробовать поискать тоже бои и попробовать выдать 50-ки. Здесь я запикиваюсь в бой на Рио примерно в 6.30 времени, да, в катке начинаю катать. Это осада. Это режим, в котором я думал, что у меня не получится сделать чего-то невероятного, мне не получится набить большое количество килов. Но уже с самого начала боя идёт довольно неплохая накидка. 5-6 килов даются буквально там за 20-30 секунд. И, понятное дело, когда ты очень так неплохо начинаешь, это возможность дать прилично большое количество килов, даже в том режиме, в котором ты, по сути, наверное, таки, ну, не хотел, возможно, набивать что-либо, тестировать, пробовать, да. И, понятное дело, что я уже полноценно приступаю к накидке. Если бы я ещё бы по ходу данного боя бы сразу же понял, с какой позиции стоит на Викинга Арте здесь играть, то я думаю, что я бы мог бы в этой катке набить порядка где-то 55-60 килов, но, к сожалению, в дальнейшем я только в конце этого боя занял ту самую лютейшую просто позицию для Викинга Арте. Когда уже ближе к концу будем подходить к этой карте, я вам покажу, откуда лучше всего стоять на Викинга Арте за эту базу на карте Рио. Ну и тут уже первый овердрайв имеется отлично, я понимаю, что надо его реализовывать. Большое количество всяких разных стенок свидетельствует о том, что я, ну, большого количества килов здесь не дал, да. Какая-то там четвёрочка залетела, но всё-таки определённо в этой позиции можно было дать и 5, и 6 килов спокойно с этим овердрайвом. Ну, мне немножечко где-то, может, не повезло, где-то чуть-чуть сам не доиграл. И по итогу четвёрку с овердрайва дал, плюс противник там пытался захватывать точку. Ну, а я лишь делал акцент на то, чтобы как можно, как можно больше килов всё-таки воткнуть, как можно больше противников уничтожить. И, в принципе, неплохо справлялся с этой задачей. Понятное дело, что в осаде уже побольше там титанов появляется каких-то, куполы и прочее появляется. И принятное дело, что где-то не удаётся столь быстро найти килл. Но уже пятнашка там есть за 3 минуты для осады. Я считаю, что это, в принципе, неплохой показатель. Притом на складе, что, по сути, ещё там особой жёсткой накидки у меня не получалось сделать. То есть, вся определённая накидка должна быть только-только впереди. И я это отлично понимаю. Ещё полбоя полноценных есть в этом бою. И можно просто пытаться кидать, кидать, кидать и ещё раз кидать урон по противнику. Точка респа на Рио находится максимально в удобной позиции. И здесь, как с пляжа, так и с правой зоны, можно постоянно давать очень хорошие выстрелы по противнику. И за счёт них добавлять, и только добавлять в процентах овердрайвов по скорости, в количестве киллов. И если бы я сейчас ещё бы тут бы полноценную точечку захватил, я думаю, что было бы ещё лучше. Но вот второй уже овердрайв с той же самой позиции я прожимаю. И в очередной раз получается там дать 3, вроде 3 или 4 килла, что не является хорошим показателем. То есть, если каждый такой овердрайв дореализовывался хотя бы на 5-6 танков, то в сумме я бы уже имел сейчас порядка 25-27 киллов. Ну и тут точка уже наконец-таки появляется в более удобном месте для викинга арты. Плюс хорошая зона респов идёт у противника. Ну и полетели те самые магнумы с нереальнейшим большим сплэшем. Я, к слову, хотел бы сказать о том, что настолько жёсткой пушки по сплэшу я, наверное, таки не видел вообще у нас в игре. Возможно, разработчики что-то перекрутили, возможно, сделали какой-то скрытый ап данного магнума. Но я могу сказать на 100%, что сейчас у этой пушки максимальный сплэш, который только мог быть. Мне кажется, что даже раньше этот сплэш урон на магнуме был меньше. И даже мне кажется, что сейчас этот сплэш урон намного больше, чем сплэш урон у того же страйкера. То есть, по сути, у нас там страйкер сейчас являлся, ну и там Гаусс, например, со сводкой. Теми пушками, на которых там реально очень большой процент сплэш урона имеется. 3-0, минут 30 до конца, плюс ещё один овердрайв у меня появляется. Ну и тут вот та самая максимально удобная позиция для прожатия овердрайва, которая даёт возможности простреливать всю базу противника. И если бы я с самого начала боя находился бы на этой позиции и постоянно бы отсюда накидывал урон, то я думаю, что я бы уже имел бы, как я уже сказал, порядка 50 за минуту до конца. Вы видите, как удачно рискуется противник и насколько легко всё-таки накидывать урон с этой зоны. Ну и если бы ещё бы меня там где-то точность не подводила, можно было бы давать бы ещё дополнительные киллы. Плюс бустер с ДДшкой, да, который... Ну, блин, ну я, короче, я уже не могу сказать, то есть, что здесь работает в минус полноценно данный Викинга Арти. Тут одни только плюсы, одни только дополнительные возможности накидывать урон по противнику. Даже по своему тиммейту даёшь, от него сплэш летит такого количества, что хватает, чтобы уничтожить противника. Это просто до свидания. 30 секунд до конца, уже больше 40 киллов у меня в бою. Ещё один овердрайв будет, ещё один выстрел, ещё 2 кила дополнительно. Если бы ещё бы не эти купола, ой, боже, что можно было бы просто вытворять. Тут, к сожалению, рискуется Гаусс, который полноценно сводится, да, и всё-таки я ухожу на риск. 12 секунд до конца, больше 40 киллов, в осаде 42 кила. То есть, если я вчера говорил, что там какие-то только пару режимов, то сегодня это уже осада. Уже осада 42 кила. И я думаю, что в этом режиме можно давать так же, как и в том же контроле точек, да, киллы. Ну и изюминка просто на тортике, изюминка на тортике. Это последний полноценный бой. Я что-то тут не тот бой взял, но сейчас быстренько добавим его. Ну и полноценно вы уже сможете увидеть тот самый нереальнейший, ну просто нереальнейший боёчек, который мне сегодня полноценно получилось для вас реализовать. На первый взгляд, мосты, TD, кажется, ну 30 киллов дам, да и всё. Ну больше я просто не смогу сделать, потому что тиммейты-то мои тоже же, как бы, будут киллы делать полноценно. У меня не получится набить большое количество киллов. Я так подумал, зайдя в этот бой. Ну спустя 30 секунд данного боя, спустя довольно неплохое количество хороших магнумов, я вижу 6. Ну и счёт команды 7-2. И понимаю, что все киллы по старту этого боя полноценно сделал я. Полноценно никто из моих тиммейтов, ну только вот сейчас, уже начали делать киллы. Я понимаю, что этот бой может быть тоже довольно-таки крутым, довольно-таки бомбическим. С такой накидочкой, ну я не знаю, кто бы мог бы там поспорить, что это плохой боёчек окажется по итогу. Плюс овердрайв. Плюс сейчас уже будет дроповать дроповый овердрайв. Ну и понятное дело, что этот овер уже полноценно-то можно было бы реализовывать. И когда ты видишь овер перед собой, это ну просто давай-ка, давай-ка полетела накидочка. Ещё бы противник под эту накидочку подставлялся. Было бы просто максимально чётко. Тут я, конечно, немножечко переборщил уже там с пробелом. Накидывать так хотелось сильно по противнику, что уже там и в себя влетело. Но, в принципе, понимая, что у меня ещё один полноценный овердрайв есть, и то, что здесь можно ещё накинуть урончика по противнику, то я как бы не жалел особо. Но этот овердрайв также не получилось довольно качественно реализовать. Всё-таки позиции у противника были снизу, а за счёт того, что Магнум с овердрайвом стреляет под сотку, у меня не получилось довольно большое количество урона здесь накидать. Ну и плюс, вы видите, что по Викингу ещё и не залетает маншот. 2997, если я не ошибаюсь, выдал урона, я по нему. Ну и там, ну буквально там 3 хпшечки осталось у Типая, и а ну-ка, а ну-ка, случилось. Но 16 киллов. 16 киллов, когда даже ещё до сих пор не прошло полбоя ТДМки. Это очень неплохой результат. И здесь уже отлично понимаю, что, ну, можно и на сорокетик какой-то залететь. А если залететь в ТДМки, в ТДМки, в ТДМки на писяточку, то, блин, ну это просто до свидания. Это просто до свидания. Если залетать в такие катки, то, ну, можно сказать, там, 1 в ВС, там, 6-7 противников ТДМ. Нормальная тема, конечно, отличная, бомбическая просто. Противник тоже хорошо сопротивляется, и мне это не может, конечно же, не радовать, то, что близкая игра по итогу получается, то, что, как бы, и они стараются, да, что-то сделать. Но ваншоты на Магнуме летят, ну, просто нереально ещё жёстко. Я давно не кайфовал настолько сильно, кидая урон и постоянно практически ваншоты противника, да. Я, реализовав ещё бы парочку бы овердрайвов, вот именно в этот момент, когда ещё оставалось 3 минуты до конца боя, понимал бы для себя, что, ну, 50, может, даже каких-то получится сделать, но, к сожалению, здесь вот, например, забирает у меня овердрайв Викинга Смака. Уже минусует дополнительный мой овердр. Плюс начинаются какие-то, ну, не совсем своевременные респы, да, где-то умираю часто, но уже отлично понимаю, что, ну, пора, пора реализовывать овердр, пора, пора кидать урон. Уже, ну, что, уже 2,5 минуты остаётся до конца, у меня там 20 с копейками киллов от билбордов, от домов, от всего, чего хочешь, от холмов летит такой сплэш-урон, что если противник находится, да даже не сказать, что он там рядом находится, этого урона всё равно хватает, чтобы унести противника. Плюс ещё пятёрочка киллов, и плюс ещё пару-тройку неплохих магнумов, и в сумме мы уже потихонечку начинаем лидировать, и в сумме имеем порядка 25 киллов за 2 минуты до конца, даже какой-то 25, 29 киллов за 2 минуты до конца катки, при том раскладе, что это, повторюсь, режим командного боя ТДМ, то есть здесь, ну, у вас нет дополнительной возможности набить там, чтобы у вас там и команда 50-ка набила, и вы ещё 50-ку накинули. Здесь на 70-ке киллов заканчивается бой, и понимая этот момент, я, конечно же, рад тому, что мои тиммейты не колотят здесь, и не уничтожают столь большое количество противников, что мне и даёт даже в таком режиме набить прилично большое количество киллов. Ну и понятное дело, что уже потихонечку-потихонечку я начинаю всё-таки привыкать к этому магнуму, потому что если уж вчера, когда я записывал видос, то довольно большое количество выстрелов летело не пойми куда. Понятное дело, что брак есть и сегодня, но этого брака уже значительно меньше, уже и киллы какие-то посочнее залетают, ну и противник как-то уничтожается попроще, да, 40 киллов в ТДМке, я понимаю, что я набил 40, моя команда 21 за 40 секунд до конца, и если бы вот этот магнум, который только-только до этого залетал, если бы я бы не поспешил бы и выдал бы его более грамотно, можно было бы с него бы получить плюс 4 килла, но, к сожалению, я поторопился, и после него выдал только лишь магнум, где с плэшом унёс двоих. 30 секунд до конца, 65 киллов у нашей команды, ну и плюс ещё один неплохой выстрел, который влетает просто в землю и уничтожает ещё дополнительно плюс 2 противника, ну и ещё один магнум, который ещё добавляет плюс киллочек. Итого, за ТДМ бой мы имеем 45 полноценных киллов. 45 киллов. ТДМ бой. Моя команда в сумме набила 25, я набил 45. 3700 кристаллов без дополнительных фондов. для ТДМ-ки это просто нереально большое количество кристаллов. Я не знаю, сколько в среднем тут получают, но мне кажется, где-то порядка, ну, без дополнительных фиксов, где-то с премкой, я думаю, что в районе там полторы тысячи, ну, максимум две тысячи, 3700. Я был в шоке. Я был в шоке от такого боя. Я до сих пор нахожусь в шоке от данного вооружения. И до сих пор советую вам его опробовать. Единственное, что может в дальнейшем помешать данный жесткий арте, это лишь наличие 7-8 резистов в каждом дне. Даже когда в катке по 3-4 там резиста, это вооружение продолжает нереально жестко разваливать кабину. Именно это сегодня полноценно я хотел показать вам. Если вам понравился данный видеоролик, если вы хотите, чтобы видосов и такого формата, и игрового формата выходило больше, то обязательно поддерживайте данный видеоролик лайком. Не забывайте, друзья, подписываться на канал. Ну и если не хотите уж пропускать всю самую сочную информацию, какие-то дополнительные инсайды, то подписывайтесь на телеграм-канал. Я его тоже совсем недавно создал. По турнирам, по прочим движениям, когда у нас там выходят видосы, стримы и прочие вещи, которые я начинаю постить, которые я начинаю вести, все будут появляться именно в телеграм-канале. Поэтому по ссылочке в описании тоже вы можете на него перейти. У меня, друзья, на этом сегодня все. Всем полноценно спасибо за просмотр. Всем удачи. Играйте на магнуме. И всем пока.